В последнем видео уроке я покажу вам как управлять своим магазином. Итак, находясь в панели консоли, вы можете заметить экспресс панель событий магазина, где отображается превью статистики по вашей платформе. То есть здесь вы можете получить короткую справку о количестве продаж, о товарах, которые заканчиваются, а также о тех, которые уже закончились на складе. Для получения более подробного отчета по статистике работы магазина, вам нужно навести курсор мыши на вкладку WooCommerce и выбрать отчеты. Здесь вы сможете изучить статистику более подробно. Если же вы хотите посмотреть на все заказы, которые были сделаны в вашем магазине, то вам нужно во вкладке WooCommerce перейти в подвкладку заказы. И в итоге к вам на экран выйдет список совершенных заказов. Кликнув по любому из них, можно будет получить более подробную информацию. Также во вкладке WooCommerce есть подвкладка купоны, в которой можно ознакомиться и подредактировать созданные вами купоны, которые мы так удачно переориентировали под промокоды, дающие скидку определенной категории клиентов на определенные товары. Теперь давайте я вам расскажу о том, как более эффективно можно управлять запасами на складе через WooCommerce. Для этого вам будет нужен специальный менеджер, который мы установим с помощью плагина. Итак, переходим в панель поиска плагина и в области поиска вводим WooCommerce Stock Manager. Нас будет интересовать вот это решение. Так, кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. Если вы все сделаете правильно, то на панели консоли появится вкладка WooCommerce Stock Manager. Давайте кликнем по ней. Вот перед вами открылся менеджер учета товаров на складе. Итак, давайте пробежимся по столбцам. Этот столбец отображает артикул товара, этот название. Вот здесь указывается какой товар, простой или вариативный. Если товар простой, то в столбце цена указывается стоимость. Если товар вариативный и у него стоимость зависит от выбранной вариации, то в области цены ничего стоять не будет. В этой области устанавливаем или отменяем для конкретного товара функционал управления запасами через менеджера. Далее отображается наличие или отсутствие товара в запасе. In Stock обозначает есть в запасе, а Out Stock обозначает нет в запасе. Если товара нет в запасе или его количество приближается к критической отметке, то он окрашивается в красный цвет. Если товара много, то он окрашивается в зеленый цвет. Если его немного, то он окрашивается в желтый цвет. В этой колонке можно настроить функционал уведомления об окончании запасов товара на складе. Далее идет столбец с количеством товара и в последнем столбце находится кнопка сохранить, которой вы пользуетесь. Если внесли какие-то изменения функционал менеджера по учету конкретного товара. Если же вы изменили несколько товаров, то рекомендую вам пользоваться кнопкой сохранить, которая расположена под менеджером. Также с помощью этого фильтра можно настраивать отображение конкретных товаров, например по количеству. Далее есть вот эта область, в которой отображается вес товара, который заводится в карточке товара. Но я вам сейчас расскажу об очень интересном чит-коде, который сам недавно обнаружил. Как-то ко мне поступил заказ о создании магазина по аренде вечерних платьев. И клиенту нужен был менеджер по отслеживанию дат аренды. В общем я это сделал с помощью нашего менеджера. Например вы сдаете в аренду те же самые платья. После того как отдали в аренду товар, заходите в карточку товара в блоке данные товара в области вес, мы вводим дату до которой арендуется платье. И в результате данная дата выгружается вот этот менеджер. А если еще у вас товар в единственном количестве, то он окрасится в нашем менеджере в красный цвет. А вам останется лишь отслеживать даты через наш менеджер. Вот такой вот вам чит-код. Кстати я немного ранее рассказывал о том, что если количество запасов достигает критической отметки, то данный товар, точнее область его ценой окрашивается в красный цвет. А как установить эту критическую точку? Для этой настройки мы наводим курсор мыши на вкладку WooCommerce и выбираем настройки. Затем переходим во вкладку товары и выбираем под вкладку запасы. После чего нас будут интересовать вот эти две области. Порог низких остатков и порог значений нет на складе. В целях учета запасов, если вы хотите например не допускать отсутствия товара на складе, устанавливайте порог отсутствия например 3, а низкий порог остатков на 6. Вот так. Но в принципе каждый решает для себя сам. Теперь давайте попробуем сделать заказ о нашем магазине. Итак мы добавили товар в корзину. Далее давайте применим промокод, который мы создали ранее под названием друзья. Итак вводим его в вот эту область и кликаем по кнопке отправить. И как вы видите наш промокод успешно применен. Теперь давайте кликнем по кнопке оформить заказ. Далее выбираем доставку курьером и безналичную оплату. После чего кликаем по кнопке подтвердить заказ. И пожалуйста после совершения заказа клиенту выходит сообщение с присвоенным номером заказа и его расшифровкой с платежными реквизитами и сообщением о том, что заказ принят и в ближайшем времени с ним свяжется менеджер магазина. На почту ко мне пришло вот такое письмо с сообщением о заказе. А клиенту в свою очередь на почту придет вот такой чек. Ну а затем покупателю перезванивает менеджер магазина и уточняет детали заказа и обговаривает условия оплаты. Все это сугубо индивидуально. Как вы видите все отлично работает. На этом наш курс завершен. Я буду вам благодарен если вы оставите для меня либо видео отзыв, либо простой отзыв с указанием ссылки на ваш аккаунт в социальных сетях. А я взамен подарю вам бесплатную консультацию по созданию сайта. Отзыв можно оставить кликнув по кнопке под видео. Надеюсь я смог вам помочь в создании сайта. Удачи вам и творческих прорывов в вашем бизнесе.